Do you know what makes you special? Парагода с момента окончания седьмого сезона и активная промо-компания от HBO, ну и просто срафанное радио сделали свое дело. Сериалом будут пестрить все ленты на протяжении ближайших пяти-шести недель. И в этот уходящий поезд игры престольного хайпа, естественно, хотят заскочить все. Ну и я, конечно же, делать этого не буду. Просто поделюсь с вами списком эпизодов, которые стоит освежить в своей голове перед или во время просмотра финального сезона «Игры престолов». Причем этот список советует один из авторов сценария и продюсер сериала Брайан Когман. Он, кстати, написал сценарий к грядущему второму эпизоду восьмого сезона, который вы сможете посмотреть в понедельник, 22 апреля. Итак, в первом сезоне вам стоит обратить внимание на первый, второй, девятый и десятый эпизоды. Ну и вообще вспомнить, как же оно там все начиналось. Второй сезон с самого начала смотреть не обязательно, но третий, шестой и девятый эпизод стоит посмотреть. Они помогут вам напомнить то, что пригодится при просмотре финальных эпизодов. В третьем сезоне не стоит упускать события третьего, четвертого, пятого и девятого эпизодов. В четвертом, шестого, восьмого и десятого. В пятом сезоне стоит пересмотреть восьмой эпизод под названием «Суровый дом». И сейчас, внимание, спойлерная! Как минимум из-за эпичной битвы в деревне Одичалых, после которой Король Ночи оживляет всех умерших и Джон Сноу немножко в афиге от того, что им еще предстоит в Эстеросе. В шестом сезоне смотрите пятый, девятый и десятый эпизоды, ну а в седьмом, если вы его еще не пересмотрели полностью, обратите внимание на третий, четвертый и седьмой. Надеюсь, в ближайшие пять-шесть недель не буду возвращаться к «Игре престолов», а если и буду, то только в крайних и экстренных случаях, дабы не спойлерить. Я просто буду смотреть его вместе с вами. Кстати, нажмите палец вверх, если тоже будете смотреть «Игру престолов». Любимой мною и Зинаидой Петровной, Ась! Netflix тоже готовился к тому, что HBO и «Игра престолов» будут доминировать на этой неделе в информационном пространстве. Поэтому вместо обычной релизной пятницы он начал бомбить новинками еще с прошлого вторника. Причем бомбил по всем фронтам, пытаясь привлечь как можно больше разношерстной аудитории к своим новинкам. Например, Драмеди Спешл. Особенный. Про молодого парня, у которого ДЦП, но который пытается добиться всего сам в этой жизни, стараясь сделать все, чтобы окружающие воспринимали его без сожаления и таким, какой он есть. Вообще, авторы действительно поднимают очень важную тему, что особенным людям иногда не хочется быть особенными. Им хочется, чтобы их воспринимали нормальными, потому что они и сами, что важно, считают себя абсолютно нормальными. Но, видимо, чтобы совсем добить американского зрителя и не дать критикам сказать хоть что-то плохое о сериале, создатели решили сделать его еще и геем. И тут без комментариев. Нетфликс хотел резонанс, он его получил. Во всяком случае, в Штатах. Обозначу также, что исполнительным продюсером этого нового шоу является Джим Парсонс. А еще странно, что у этого сериала нет русской озвучки, что редко в последнее время на Нетфликсе. Но зато есть русские субтитры, если захотите посмотреть. До выхода Особенного на прошлой неделе у Нетфликса еще была большая премьера полнометражного фильма «The Silence» со Стэнли Тучи в главной роли. После «Разбойников с большой дороги» я решил, что время от времени буду рассказывать вам о киноновинках стриминга у гиганта. И как раз есть повод. Сразу хочу отметить, что как Нетфликс не старается, а все равно чего-то в его эксклюзивных киноновинках всегда не хватает. Но вспомним хотя бы Bird Box или Птичий короб, или Птичья клетка, если хотите, который вышел в конце прошлого года. Промо-компанией было все, и отличный интригующий трейлер, и Сандра Булок, и, казалось бы, вполне себе оригинальная сценарная идея. Но чего-то не хватило. Не звука, а именно так в титрах обозначен перевод названия «The Silence», продолжает любимую Нетфликсом тему постапокалиптических фильмов, в которых человек не может выжить в новом изменившемся мире, если не следует определенным правилам поведения. В Птичьем коробе нельзя было смотреть, нужно было закрывать глаза повязкой и ориентироваться только по звуку. Здесь же все как в фильме «Тихое место». Нельзя говорить и вообще всячески шуметь, потому что эти непонятные твари апокалипсиса, не то летучие мыши, не то маленькие драконы, привет, Игра Престолов, не то мутировавшие птеродактили сожрут вас заживо, если вы будете шуметь, а они вас услышат. Как мои соседи день. Сами я у Джея, значит, на 360 слушает, а как я Аллегрову с императрицей во время уборки включаю, так сразу по батареям стучат. А потому что не надо после 11 вечера убираться, Зинаида Петровна. Но вернемся к фильму. Ни звука получился вполне даже ничего и очень мрачным. Хотя, возможно, это просто цветокоррект, но в общем фильм на твердую четверку. А если бы идея в какой-то степени не перекликалась с тихим местом, так вообще можно было бы сказать, что она оригинальна. В главных ролях Стэнли Туччи и Кирнан Шибко, та самая из леденящих душу приключений Сабрины, только в фильме она не блондинистая. Кстати, раз уж пришлось к слову, второй сезон Сабрины с новыми сериями также уже есть на Нетфликсе, так что можете посмотреть и его, если любите такое. За полезную инфу, как полагается, палец вверх. Ставьте, давайте. И еще один сегодняшний сериал, и опять-таки от Нетфликс. И снова вышедший аккурат перед стартом Игры Престолов. Привет, Игра Престолов. И тоже постапокалиптический. Да что ж такое-то день, где позитивное хоть что-то? Позитивное, Зинаида Петровна, это то, что вы Эл-Джей от Федука отличить можете. Это я прям вот вами горжусь. А еще теперь знаете, что такое Куачелло? Ага, все выходные вместо сериалов концерты Енти смотрела. А в мои годы, конечно, такого не было. Но ребята молодцы, веселятся как могут. Это вы еще не знаете, что у них второй уикенд со стримами на Ютьюбе будет. С 19 по 2 с 1 апреля. Ладно, Куачелло мы еще как-нибудь в следующий раз обсудим. А сейчас давайте вернемся к сериалу Black Summer или Черное лето. И здесь, друзья, все как вы любите. Тут, значит, есть свои ходоки. Привет, Игра Престолов. Ну, то есть ходячие, хотя даже какие они ходячие, они скорее бегуны. В общем, Черное лето это новый зомби-апокалипсис от Нетфликс, который, в свою очередь, является спин-оффом сериала «Нация Зет» от канала Sci-Fi. Здесь, как раз, как я понимаю, показано начало эпидемии, где люди еще не особо понимают, что происходит, но уже видят, что каждый умерший или укушенный превращается в зомби. Причем не в медленно плетущегося совсем стадом зомби, а такого шустрого, что два раза вспомнишь уроки физкультуры, на которые приходил со справкой, чтобы, значит, не бегать. В отличие от трэшовенького «Зет Нейшн», здесь все более мрачное и меланхоличное. И гораздо больше драматизма, нежели черного юмора. Хотя и налет легкого бреда здесь тоже присутствует. Ну, студия «Асайлом», которая снимает и тот, и другой сериал, вообще любят подобный сюр и абсурд. Вспомним хотя бы «Акулий Торнадо». И неожиданно то, что в «Черном лете» такого абсурда не очень много, а вполне даже можно вспомнить ранние сезоны «Ходячих». По настроению, во всяком случае. В общем, «Черное лето» достойно добавить в коллекцию сериалов на зомби-тематику по крайней мере первый сезон, состоящий из 10 эпизодов «Очень даже». Ну а как оно пойдет дальше, посмотрим. На Netflix есть русская озвучка сразу всех серий, так что никуда далеко ходить не надо. Что ж, жду ваше мнение о просмотренном в комментариях под этим видео. Также пишите все свои вопросы там же, но давайте только без спойлеров, особенно это касается премьерных серий. Естественно, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, ставьте палец вверх, ну, то бишь лайкайте, если вам нравится наша программа и вообще весь этот контент. И если хотите поддержать нас финансово, кидайте донат. Ссылка есть в описании к этому видео. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь, счастливо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok